Здравствуйте! В эфире новости. В студии Ольга Лефимова. Вместе с моими коллегами я расскажу вам о главных событиях к этому часу. Начинаем выпуск с эпидситуации в регионе. За прошедшие сутки коронавирусом заболели 217 жителей. Выздоровели 182 человека. 4 пациента скончались. Всего зарегистрировано 1374 летальных случая. На сегодняшний день в медицинских организациях региона действует 1834 койки для пациентов с коронавирусом. Чуть больше 88% мест, занятые ковидными больными. Число инфицированных в Владимирской области за все время пандемии приблизилось к 41 тысяче человек. Полицейские возбудили уголовные дела на двух жителей Кольчугинского района. По информации МВД, 24-летний мужчина и его знакомые приобрели через интернет около 10 фальшивых банкнот номиналом в 5000 рублей. Больше половины из них младые люди потратили в торговых центрах Владимира, Александрова, Юрьев-Польского и Кольчугина. Поддельными деньгами аферисты оплачивали косметику, цветы, игрушки и продукты. Сдачу мошенники забирали настоящими банкнотами. За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. С начала года полицейские изъяли из обращения во Владимирской области более 190 поддельных денежных купюр. В региональном управлении МВД констатируют, фальшивые деньги становятся более качественными и очень похожими на подлинные. Лидируют по количеству подделок банкнота номиналом в 5000 рублей. В первую очередь обращайте внимание на наличие радужного перелива с лицевой стороны банкноты на поле рядом с изображением постамента. Также на купюре должна обязательно присутствовать микроперфорация. Кроме этого, обязательно обращайте внимание на наличие водяных знаков и микротекста. И к другим новостям. Во Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим. На контроле в региональном управлении МЧС ландшафтные пожары. С начала года в регионе зарегистрировано 544 таких случаев. В большинстве трава горела на территории населенных пунктов. Существовала реальная угроза распространения огня на жилые дома. За нарушение правил пожарной безопасности возбуждено почти 700 административных дел. На территории области у нас зарегистрировано 75 очагов природных пожаров на общей площади 58 гектар. Аналогичный период прошлого года у нас 36 пожаров на общей площади 43 гектара. В органах медознания проводятся доследственные проверки. В Владимирской области с начала года зарегистрировано 75 сообщений о поджогах леса. В половине случаев отказано возбуждение уголовных дел. Треть пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Владимирская область готовится к единому дню голосования. Кроме выборов депутатов в Госдуму, в регионе пройдут 32 кампании. Жители будут голосовать за кандидатов в депутаты органов местного самоуправления. Всего предстоит избрать 200 человек. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, выборы будут проходить в течение трех дней – 17 по 19 сентября. Всего в регионе откроют 985 избирательных участков. Круглосуточно камеры видеонаблюдения будут работать на всех, кроме трех выборных пунктов. Три участка – это временных, которые мы уже согласовали территориальным избирательным комиссиям. Ничего неожиданного. Два во Владимире – это областная клиническая больница и Красный Крест. И одна – городская клиническая больница города Коврово. Там видеонаблюдение не используется в силу того, что это специфика учреждения ЧЕБ-2. Чтобы обезопасить себя, избиратели и члены участковых комиссий проходят вакцинацию. Каждый голосующий получит маску, перчатки и индивидуальную ручку. На входе всем посетителям будут измерять температуру. В нашей области зарегистрировано свыше 1 миллиона 104 тысяч избирателей. Больше всего во Владимире около 272 тысяч человек. А меньше всего в Муромском районе – порядка 13 тысяч. И к другим темам. В Кольчуге, на сквере вырубили около 100 старых лип, которые после войны посадили жители города. Люди пытаются отвоевать деревья, но чиновники говорят, что это невозможно. Липы срубают, чтобы проложить коммуникации. В проблеме разбиралась моя коллега Наталья Забнина. То есть мы видим, что деревья все очень хорошие, замечательные. Но второй вопрос, почему их вырубают, да? Который волнует всех жителей нашего города. 800 метров пеньков – это все, что осталось от Липовой аллеи, говорят местные жители. Она находится в старейшем сквере – Ленинском. Микрорайон появился в городе 97 лет назад. Самый уникальный памятник архитектуры тех времен – авангарда. И понимаете, как-то хочется, чтобы вы откликнулись. Может быть, петицию напишем. Если будут пилить, я буду вставать, не давать пилить сам. Авторы проекта – три брата. Леонид, Виктор и Александр Веснины. На этом месте они создавали город-сад. По их задумке, зеленые зоны должны были отделять жилые кварталы от заводов. Идея блестящая была воплощена в жизнь. В годы войны деревья срубили на дрова. Ими от холода спасались блокадники Ленинграда. Вернувшись с фронта, жители города вновь высадили Липовую аллею. Среди них была и Зимфира Николаевна. Жалко. Я их сажала. Мне 85 лет. Этот парк вырос на моих глазах. С самого утра в парке работает тяжелая техника. Спиленные деревья вывозят из сквера на Камазах. За день четыре. Четыре Камаза. Много еще работы предстоит сделать? Много, много. Везде все убирать. Задание – убрать с этой дорожки все липы. Причина – реконструкция тепловых сетей Ленинского поселка. Они проходят прямо через сквер. Местные жители не против их замены. Трубы старые. Но не понимают, для чего вырубать половину сквера. Не надо. Ни в коем случае. Вот с краю спилили, а это пусть так остается. Вот хорошо стоит серединка. Да, хорошо. Не смешно. Не смешки срезать. Ветки. Вы знаете, особенно там. Они все уже вот так падают. А так ни в коем случае не надо убирать. Елена Фролова – журналисты независимой газеты. Говорит, благоустройство Ленинского сквера превратилось в настоящий скандал. На его реновацию выделено 10 миллионов рублей. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Волнует, конечно, прежде всего, вообще будущее вот этого места. Как оно будет выглядеть после того, как будет реализован проект. Сейчас мы видим, что по одной стороне сквера лип не осталось вообще. Кольчугинцы опасаются, что сквер ждет та же судьба, что и акваторию этого городского пруда. Территория заросла травой, а в водоеме вместо уток плавает бытовой мусор. С момента благоустройства прошел всего год. Это как раз к вопросу о том, что мало сделать благоустройство, главное его поддерживать. И, к большому сожалению, такие вот моменты, они очень расстраивают людей, которые приходят сюда за хорошими эмоциями. На карте территория Ленинского сквера. А это зона вырубки лип. Согласно правилам, рядом с теплотрассой запрещено сажать деревья, подчеркивают местные чиновники. Всего в сквере 240 деревьев, 83 срубят из-за замены труб. Липы останутся только на центральной аллее. Этот проект обсуждался с жителями, было размещено в соцсетях, в газетах. И сейчас, в настоящий момент, начались работы. То есть, удалены деревья именно в том месте, где проходит теплотрасса через весь парк. На замену изношенных теплосетей в сквере потратят больше 30 миллионов рублей. Следующий этап – инновация территории. Здесь появится канатная дорога, детский спортивный комплекс, новое уличное освещение. Жители Кольчугина рады благоустройству, но люди все же еще надеются, что в новом проекте найдется место старой липовой аллеи. Наталья Забнина и Олег Маньков. К другим новостям. С начала года в Владимирской области соцконтракты оформили уже почти 1800 человек. Право на выплаты имеют семьи, в которых средний доход не превышает прожиточного минимума. Для трудноспособного населения эта сумма составляет 12 085 рублей, а для пенсионеров – 9 303 рубля. В Владимирской области средства, полученные по социальному контракту, чаще всего используют на поиск работы и выход из трудной жизненной ситуации. Многие жители региона оформляют субсидии на открытие и развитие своего бизнеса. На эти цели можно получить до 250 тысяч рублей. Такой возможностью в этом году уже воспользовались 415 человек. Чтобы оформить соцконтракт, нужно обратиться в отделение соцзащиты населения или МФЦ по месту жительства. Всего в этом году на такую меру поддержки выделено 280 миллионов рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета. С этого года федеральные средства выделены и деньги по социальному контракту получают семьи, в которых средний душевой доход не превышает величину одного прожиточного минимума. Ну вот полторы тысячи уже семей получили. И следует сказать, что где-то 60% это многодетные семьи. На поиск работы, на переобучение, на выход из трудной жизненной ситуации, на индивидуальное предпринимательство. Культурным памятником региона по благоустроенным дорогам Владимирские активисты из общественной организации «Народный контроль» разработают уникальный туристический маршрут для автомобилистов. Сделают это в рамках социального проекта, который поддержал фонд президентских грантов. Главная цель активистов составить так называемые «Народные маршруты» и новую карту достопримечательностей региона. Список войдут в том числе нераскрученные бренды области. Таким образом, авторы проекта хотят привлечь внимание властей к развитию индивидуального туризма в селах и деревнях. А может быть скажут, нам туристы там не нужны. И эта наша затея, она будет только ради нас самих, для общественников, что это нужно нам в первую очередь. Это такое тоже возможно. Скажут, денег нет, спасибо за работу, до свидания. Я же не могу говорить за органами местного управления. Но со своей стороны, мы это уже доказываем неоднократно, мы это будем делать. Общественники посетят заброшенные дворянские усадьбы, памятники истории и природы. План на ближайший год проинспектировать 12 территорий, которые расположены вдали от районных центров. Именно там, считают активисты, можно в буквальном смысле прикоснуться к истории. Ключевая задача авторов проекта – оценить готовность инфраструктуры к приему автопутешественников и составить рекомендации к благоустройству туристических зон. С чемпионата Европы с победой спортсменка из Петушинского района выиграла международный турнир по боксу. Он состоялся в Тбилиси. Чемпионке всего 15 лет, в ее копилке больше 10 высоких наград. Но больше всего она гордится последней медалью, которую привезла из Грузии. Подробности расскажем прямо сейчас. Этот кубок с первенства России, на котором происходил отбор на первенство Европы, там не было три боя. Без победы не возвращаться – конкретная установка непобедимой спортсменки, когда от силы воли зависит не меньше, чем от многочасовых тренировок. Дальше мы поехали на сбор и готовились к первенству Европы, которое было в Грузии. Каждый час тренировки приближает к победе. Своё мастерство Дарья Новинская оттачивает шесть дней в неделю за хрупкой внешностью характер бойца с прицелом на Олимпиаду. Для неё бокс – это страсть. На ринге Дарья, как рыба в воде, в перчатках. Она четыре года и снимать их не собирается. В копилке её профнаград – только призовые места. Последнюю медаль Дарья привезла из Грузии. Там состоялся чемпионат Европы. В турнире участвовали более 300 спортсменов из 29 стран мира. В моей весовой категории было 12 человек, и я попала на четыре боя. Первый мой бой был с украинкой, второй – с Венгрией, третий – с итальянкой, а четвёртый – с Румынией. Как раз это был финальный бой, последний. И даже, можно сказать, самый сложный, потому что четыре боя на соревнованиях было не у всех. Воспитанница областной спортшколы Олимпийского резерва стала настоящей сенсацией турнира. Дарья завоевала отличия всего четыре года спустя, после начала занятий боксом. Высокий результат, как и любая медаль, имеет две стороны – или быть с семьёй, или покорять спортивный пьедестал. Дарья выбрала карьеру, но родители всегда рядом, как и наставники Дарьи, которые всегда верят в успех. Переживаем не меньше, чем они, просто не показываем это никогда. Потому что они тоже чувствуют. Ну вот, перед финалом она у меня сама подошла и сказала, успокойтесь вы, я выиграю. Хотя я был внешне абсолютно спокоен. В своей карьере Дарья не проиграла ни одного турнира в 15 лет. Она уже кандидат в мастера спорта. В секцию её привёл отец. Он сам боксёр, более того, младшая сестра Дарьи тоже на ринге. Ей всего 10 лет. Обеих девочек тренирует Игорь Сафонов. В боксе он больше 30 лет. Приходил с мальчиками боксировать в основном там. Ну так вот мальчики некоторые плакали от неё. Да, такое было. И всегда вот я сколько вот замечал, постоянно это про её трудолюбие. Отличал это всех. За канатами ринга Дарья совсем другой человек. Любит музыку, гулять с друзьями и ходить по магазинам. Как и любая другая девушка её возраста. Разумеется, когда есть время, потому что спорт в её жизни на первом месте. Впереди новые турниры. Ближайший чемпионат пройдёт осенью в Уфе. Ирина Начарова, Наталья Забнина и Олег Маньков. На этом наш выпуск завершён. Ещё больше информации вы найдёте на сайте и на страницах в социальных сетях. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Не забывайте, заболеваемость с коронавирусом в регионе остаётся высокой. Не откладывайте вакцинацию на потом. Берегите себя и своих близких. А я с вами прощаюсь. Ровно в 19.00 в эфир выйдет итоговый выпуск новостей, который проведёт мой коллега Виктор Цихонов. Не пропустите.